Расскажите просто о нюансах, которые нужно знать при выборе образов жениха и невесты, чтобы образы сочетались и как их правильно сочетать. Нужно сначала выбрать концепцию, вообще в какую сторону вы пойдете. Если пока непонятно у вас по концепции, допустим, сами организовываете мероприятие, хотя бы определиться с местом, потому что площадка во многом решает, много что решает. Если у вас зал какой-нибудь Наполеон, императорский зал с золотыми какими-нибудь узорами и так далее, то, естественно, у вас уже будет такой образ, обязывающий, так скажем. То есть вам нужно будет уже подбирать образ, который подойдет под формат и под стать вот этого зала. У нас была однажды история, что невеста купила платье, она говорит, я мечтала об этом платье, я мечтала, что буду выходить только в таком платье. И мы, в свою очередь, просто обязаны были уже выбирать место, которое подходило бы под стать этого платья, потому что платье шикарное, платье шлейфовое, оно такое очень большое, масштабное, объемное, там, с вышивкой и прочее. Поэтому сначала определяйтесь с залом, потом определяйтесь с концепцией, да, в случае, если вы сами готовитесь. Если у вас будет организатор, то, скорее всего, он вас направит. Сначала посоветует, что сделать по концепции, потом уже поможет с залом. После этого только, после того, как у вас уже будет понятно с залом, с концепцией, после того, как уже будет понятно даже по наполнению программы, можно смело идти и подбирать образы. Вот нужны вот эти вот факторы для того, чтобы понять, что и в чём вам будет комфортно, понадобится ли вам второе платье или не понадобится, потому что, опять же, от наполнения программы зависит, даже от этого зависит, сколько платьев нужно невесте, нужно ли невесте второе платье или нет, будет ли невеста задействована максимально, будут ли у неё какие-то творческие сюрпризы, где она будет танцевать там активно, исполнить какую-то песню или ничего такого не будет. То есть есть множество факторов, которые влияют на подбор образа. Соответственно, очень важно сначала, чтобы образ подобрала себе невеста, не жених. Сначала начинаем с невесты. То есть невеста подбирает себе платье, подбирает себе цвет платья, подбирает себе, делает там репетицию, прическу, макияжа, понимает полностью сложившийся какой у неё образ. После этого нужно определяться с образом жениха. Не потому что здесь какая-то, знаете, как это сказать, несправедливость, да, почему это вот, почему это жених должен после невесты. Потому что, ну, понятно, что у невести подобрать образ немножко сложнее, чем жениху. Это первое. А второе, жениху нужно подходить под невесту. Всё-таки главная героиня этого мероприятия – это невеста, да, самая красивая девушка на мероприятии. И жених, конечно, должен соответствовать образу невесты. Поэтому крайне важно, я уже много раз об этом говорила, крайне важно, подбирая рубашку, например, для жениха, взять хотя бы отрез ткани от вашего платья, скорее всего, вам всё равно будут его ушивать, подшивать, укорачивать и так далее. Взять отрез ткани и сделать, прийти в салон, где вы будете покупать рубашку для жениха и сравнить отрез ткани вашего платья с цветом рубашки жениха. Это крайне важно. У нас столько было случаев, когда жених спешил и покупал рубашку самостоятельно, и в итоге получалось, что у невесты платье ванильного какого-нибудь оттенка, или платье какое-нибудь такое бежеватое, например, или платье айвори популярное. То есть редко, когда невеста покупает прям кипельно-белое платье. Это прям вот крайне редко. Чаще всего это всё равно какой-то цвет с оттенком. А жених покупает себе рубашку кипельно-белую. Представьте, да, вот они выходят вдвоём, невеста вот в этом ванильном платье, и жених в кипельно-белой рубашке. Ощущение, как будто у жениха всё хорошо, жених-то вроде в чистом пришёл, а невеста как-то вот в грязненьком платье пришла, что-то как-то не лечит. Поэтому это очень важно, понимаете? Иначе это будет... Либо потом нужно будет фотошопить невесте платье, либо фотошопить жениху рубашку, чтобы это хоть как-то гармонично смотрелось. Но в целом будет ощущение, что у невесты платье немножко грязновадое. Та же история с фатой. Фата не должна быть там ванильного цвета, она должна быть чуть-чуть, там полотеночка светлее, чем платье, потому что иначе будет казаться, что фата жёлтая, что она грязная. В общем, там есть свои вот эти вот нюансики, нужно обязательно вот на эти моменты обращать.